В первые дни почти все СМИ, как центрально-азиатского региона, так и международные, причину конфликта обозначали спорами из-за воды и земли, в основе которых нерешенные проблемы делимитации и демаркации границы. Связывали с контрабандой ГСМ и даже наркотиков. Агентство Франц Пресс отмечало, что Таджикистан, закрытое авторитарное государство, сделал меньше заявлений по мере развития столкновений. В сети начали появляться различного рода видео и фото, где якобы горят таджикские села. Но непонятно, когда конкретно был заснят этот материал и главное где. Между тем, в таджикском сегменте интернета ежедневно загружались видео, где некие люди демонстративно поджигают и целенаправленно разрушают дома крыганских вселений. Издание РИА Новости сообщало, что достигнутый режим прекращения огня таджикской стороной полностью соблюден. Таджикские СМИ говорили о якобы своих разрушенных жилых домах и соцобъектах. В то же время видео подтверждение загружали в сеть и жители ряда сел Баткенской области Кыргызстана. Некоторые интернет-издания пишут, что таджикская сторона к конфликту готовилась заранее. Отмечают, что военные соседи за несколько дней до столкновения подготовили окопы и стягивали дополнительные силы. И что агрессивные действия официального Душамбея против мирных жителей в священный месяц шокировал многих. Эксперты же отмечают, что спустя несколько дней после начала картина событий стала приобретать совсем иные краски. В принципе, международное сообщество, соседние государства, даже какая-то часть населения Таджикистана тоже уже начала понимать, что произошло. Но я бы еще раз хотела отметить, одно дело, когда мы заявляем, и это нужно все задокументировать, не только гугл-карта, спутника, но и реальные факты, сколько потерь, почему так, откуда шла провокация, почему был такой асимметричный ответ. И в общем, в целом, в боевых действиях использование вооружения было не совсем балансированным. Поэтому эти все вещи надо просто сейчас задокументировать и начать правильные процессы на международной арене, в том числе и судебные процессы. Но это долгий процесс, в смысле, это игра в долгую. Сейчас очень важно нам позаботиться о населении, которое пострадало, обеспечить достаточное количество наших вооруженных сил на этих спорных участках, чтобы как бы не допустить дальнейшей провокации. В социальных сетях за последние сутки появилось множество публикаций, где пользователи высказывают свою точку зрения. Сложившуюся проблему озвучивают и оппозиционные силы Таджикистана. У вас такое чувство появилось, чувство самосознания, чувство гордости, чувство патриотизма. И вы выходите с ружьем против своего брата, это Кыргызов. А Кыргызов, в отличие от вас, они более демократичны. Я вот просто не могу Таджики вам понять, почему, когда вот перед вашим носом отходила часть территории Китая. Я понимаю, почему с нашей стороны такая резкая реакция, потому что наше правительство довело дело до такой ситуации, когда гражданское общество, оно уже практически не существует. Духовенство, оно занимается не тем, что должен заниматься. Интеллигенция наша уже давно молчит. Политическая оппозиция не существует. Все решает Рахмон и одна маленькая группа. Но у вас-то, дорогие киргизские друзья, у вас-то все-таки демократия, есть еще. Специалисты, в свою очередь, призывают ко всем здравомыслящим гражданам не поддаваться эмоциям, мыслить критически и не реагировать на фейковые публикации, ведь в сети множество провокационных материалов, которые сбрасываются целенаправленно, дабы усугубить ситуацию. Улан Касенов, Руслан Сабатаров, Аллато 24. Улан Касенов, Руслан Сабатаров, Аллато 24. И тогда пока.